В лицее номер 7 для активистов Щелковского отделения молодой гвардии Единой России провели экологическую игру «Стратег-2». Это обновленная версия игры, созданной командой Министерства экологии и природопользования Московской области и поддержанной фондом президентских грантов. Игра нацелена на развитие экологической культуры, знакомец с проблемами экологии в современном мире, которые необходимо решать. Проводить игру приехали гости. Из Орехово-Зуевского городского округа ребята представляют организацию «Прорыв», занимающуюся созданием общественно значимых молодежных проектов. Мы создали экологическую игру, чтобы понятным для молодежи образом донести важность экологических привычек, донести важность экологических законопроектов, донести важность развития экологической инфраструктуры и так далее. Мы все эти смыслы упаковали в одну настольную игру и ездим по Подмосковью. Организаторы экологической игры «Стратег-2» провели уже более ста ознакомительных занятий. На них участники мероприятия учатся анализировать природные явления, разрабатывают предложения по решению экологических проблем. Оперативная группа в виде эколога, активиста, чиновника, ученого собралась и решает экологические проблемы. Ездит по всей стране. У нас у ребят, если вы видели карты России, они приезжают в каждый город и решают экологические проблемы, с которыми сталкиваются в этом городе. В Щелкове уже проводили похожую игру. Теперь перевезли ее обновленную версию. «Стратег-2» — это игровой квест, который знакомит с проблемами экологии и способами их решения. Это уже вторая игра. У нас была первая «Стратег», это уже вторая, измененная, намного интереснее, стоит отметить. Играя в нее, конечно, учишься, во-первых, многозадачности в плане следить за одним, другим. Потом в плане экологических проблем ты видишь, насколько может быть все плохо, в случае, если наш мир не будет следить за этим. Надо заметить, щелковские молодогвардейцы не только играючи, но и на деле активно участвуют в решении экологических проблем. Это и сбор вторсырья для отправки на переработку, и проведение вместе с жителями субботников, и поддержание чистоты на берегах водоемов и реки Клязьмы. Экология для них — важная часть их общественной жизни. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.